Ситуацию на дорогах области за первые неполные три месяца года можно сравнить разве что с гражданской войной. Это и стало предметом обсуждения на пресс-конференции в среду. Статистика действительно удручает. По состоянию работы за два месяца и 25 дней прошедших мы ведем оперативный учет состояния дорожно-транспортной аварийности. У нас на сегодняшний день 300 дорожно-транспортных происшествий, 30 погибших и 418 раненых. Неутешительные цифры для области. Хотел бы сказать, что по всем трем показателям у нас наблюдается рост. В процентном соотношении количество происшествий увеличилось на 19%. Число погибших на 114%. Раненых на 17%. В Центральном федеральном округе наш регион пятый по тяжести последствий дорожно-транспортных происшествий. С этим надо что-то делать. И одних значков от РС-10 мало. Необходимо и со стороны руководства региона принять какие-то меры. Уже через месяц будет принята специальная программа по повышению безопасности на дорогах области. Департаментом дорожного хозяйства разработано и в настоящее время проходят необходимые согласования. Вот эта программа по всем пунктам, которые в ней отражены. Пока объем финансирования мероприятий программы на три года запланирован в 81 миллион рублей. И ресурсное обеспечение мероприятий этой программы заложено в утвержденных государственных программах Ивановской области. В процессе реализации программы за три года планируется выполнить реконструкцию наиболее аварийных участков дорог, а также привести в порядок пешеходные переходы. «Строится несколько светофорных объектов. Это на улице Ивановская в Кохме, на пересечении автодорог Курьянова-Новаталицы, на дороге Авдотина-Белянице-Курьянова. Будет уже начинает устраивать линии искусственного освещения. В частности, по программе этого года это село Китово, Шуйский район, больше километра будет освещаться опасный участок дороги». Отдельной строкой расходов станет закупка 39 передвижных комплексов фото-видеофиксации. 50% их стоимости в качестве субсидии оплатит федеральный бюджет. Как признается начальник управления ГИБДД, фиксация нарушений при помощи такой аппаратуры – наиболее действенный способ борьбы с нарушителями ПДД. «Вот за вчерашний день на дороге А113, там где установлено ограничение скорости в виде движения за городом 90 км в час, в результате нашей работы этого комплекса и обработки полученной информации 113 человек нарушили правила дорожного движения». Бороться с лихачами при помощи законодательства будут и Ивановские парламентарии. Сейчас на рассмотрении областной думы находятся три законопроекта, направленных на урегулирование дорожной обстановки. Правда, радость у автолюбителей они вряд ли вызовут. Всем известно, что с сентября прошлого года движение по городским дорогам со скоростью до 80 км в час не влечет наказание. Ивановские депутаты с этим нововведением не согласны. «Мы сегодня выходим с законодательной инициативой вернуть назад эту статью, которая будет устанавливать наше предложение, влечет предупреждение и наложение административного штрафа в размере 500 рублей. То есть мы будем продолжать методы ужесточения к тем, кто нарушает право дорожного движения скоростного режима». Даже более того, депутаты планируют для отдельных населенных пунктов уменьшить допустимую максимальную скорость в зависимости от дорожной обстановки. Планируется также вернуть бальную систему штрафов. То есть наказывать тех, кто систематически нарушает. «Для законопослушного водителя, который по невнимательности превысил скорость, ему, безусловно, баллы начислят, но по истечении года эти баллы прекращают свои действия. То есть они будут гласить только для систематически нарушающего правила дорожного движения. Они для него чреваты лишением прав в течение года». В рукавах у депутатов еще две карты. Законопроект о расширении полномочий госавтоинспекторов и, назло любителям тонировочной пленки, запретить тонирование задних стекол автомобиля. Пусть меры слегка радикальны, зато наверняка положительно повлияют на убийственную статистику. Отчаянные времена требуют отчаянных мер. Наталья Романова, Андрей Семивулков, РТВ Иваново.